Как отметил губернатор, развитию фермерских хозяйств на Кубани уделяют особое внимание. Разработаны меры господдержки, а для оперативного решения многих вопросов в районы выезжают уполномоченные по правам сельхозпроизводителей. Мы максимально сегодня поддерживаем с точки зрения того, чтобы фермеры могли развиваться. И то, что в завтрашний день у вас должен быть в виде кооперативов, для вас это невозможно. Потому что то, что у вас есть самая дорогая земля, вы никогда с ней не расстанетесь. Но мы предложили другой вариант. Объединяйтесь в кооператив на стадии переработки. И в этом случае мы в бюджете заложили огромную сумму, где 90%, если вы покупаете перерабатывающие линии, объединившись в кооператив на стадии переработки, мы вам компенсируем. Вы перестанете быть сырьевыми. Надо искать способ сегодня зарабатывать и возможности. А мы должны эти возможности вам создать. И когда мы создаем, а вы по ним не идете, тогда у меня возникает вопрос, тогда что хотите. Действительно сейчас очень подробно вам было сказано и предложено варианты решения проблем. Вы просто лишь не живите по тому принципу, что вот я хочу так, и вот так должно и быть. Старайтесь, скажем так, все-таки выбирать ту цель, которую конечную вы хотите. А способы ее достижения вам предложено очень много со стороны администрации властей местного регионального уровня. В основном фермеры сегодня обращались с земельными вопросами. По их мнению, иногда несправедливо распределяют участки и расторгают договоры. Андрей Кикат и Вениамин Кондратьев детально рассмотрели каждый случай. Впрочем, большинство озвученных проблем уже неоднократно поднимались на уровне краевых властей. Многие вопросы находятся под личным контролем губернатора и к их решению уже привлекали органы прокуратуры. Больше чем за год рассмотрено около 200 запросов. В пользу фермеров решено 70 процентов обращений. Однако были и те, кто таким образом просто пытается привлечь к себе внимание. У нас в крае 14 с половиной тысяч фермеров. И вопросы возникают у относительно небольшого количества фермеров. Я столкнулся с тем, что кто хочет работать, он работает. А кто хочет все время жаловаться, воевать, вот он жалуется и воюет. Я готов разбираться с каждым чиновником, который создает препоны для того, чтобы и фермеры в данном случае нормально развивались. Но когда я понимаю, что это просто из пустого порожня, как в народе говорят, тогда я не буду заниматься вопросами, где они носят какой-то политический оттенок или политический характер. И среди вас есть те, которые, даже не будучи фермерами, почему-то активно в средствах массовой информации себя позиционируют как фермеры и пытаются решать какие-то фермерские вопросы. Нужно, чтобы все тоже имели равный доступ и возможности развиваться. Тогда будет правильно. Практически все обратившиеся уже не раз встречались и с главой региона, и заместителем генпрокурора. И, как отмечали сегодня сами фермеры, многие вопросы удалось сдвинуть с мертвой точки. Когда есть контакт между населением и органами, вне зависимости, прокуратура, допустим, следствие или администрация, тогда и вопросы решаются. Мы не за марши, мы не за политику, мы просто хотим работать и выращивать рыбу. В качестве еще одной меры поддержки уже в середине августа вернут льготный выкуп участков, находящихся в государственной и муниципальной собственностях. Воспользоваться этим правом фермеры смогут до 1 января 2019 года. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.